Хлеб Но чтобы правильно выпечь хлеб, надо поучиться. Я первый раз вывела закваску, она у меня получилась с первого раза, и потом я начала печь хлеб. Как печь хлеб? Ну, нашла там в интернете какой-то рецепт, ну, и потихонечку начала печь. Конечно, это не тот хлеб был, который сейчас, но я как бы не сдавалась. Я пекла каждый день, каждый-каждый божий день пекла хлеб, потому что мне очень хотелось печь свой хлеб. И моя семья очень меня поддерживала в этом. Все съедалось, даже если это было невкусно, они все равно все съедали. Все начинается с муки. От сорта и вида зависит качество изделия. Затем закваска – основа, на которой и будет замешиваться тесто. Ее надо регулярно проверять и подкармливать. А это растягиваем мы клейковину, для того, чтобы у нас хлеб, у хлеба были вот эти такие красивые узоры. Вот этот хлеб, он бродит от трех до четырех часов, потом мы делаем предформовку, потом формовку мы формуем и раскладываем или в корзинки, или в формы и ставим на брожение. Весь процесс занимает почти сутки. Неудивительно, что старшее поколение учит бережно относиться даже к хлебным крошкам, ведь за каждой чей-то труд. Войну и голод несколько граммов хлеба могли спасти жизнь. И в наше время хлеб обязательно должен входить в рацион человека. Если хлеб приготовлен долгой ферментацией, то хлеб абсолютно не вредный. И, конечно, вы же за раз не съедаете булку хлеба. Вы утром к завтраку съели кусочек хлеба, его можно поджарить в тостере на сухой сковородке и съесть. Есть вкусный, полезный хлеб. Потому что еще очень полезно хлеб замораживать, и после заморозки у хлеба гликемический индекс понижается. Поэтому тоже очень полезно есть и хлеб после заморозки. Но когда вы его приготовили сами. Так что свой праздник домашний хлебушек точно заслужил. Это еще один повод сказать спасибо поистине бесценному продукту. И, конечно, испечь ароматный хлеб к семейному столу. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.